Дорогие друзья, добрый вечер! Приветствую вас вновь на цикле лекций лаборатории современного зрителя в Москве. И сегодня мы плавно переходим от такого своеобразного музыкального блока к танцевальному блоку. Сегодня у нас немножко изменится тема лекций. Поговорим о музыке Малера в хореографии балетмейстеров XX века. Мне кажется, это очень интересная тема. И будет здорово перейти от музыки к танцу в аспекте музыки Густава Малера. И лекцию сегодня прочтет Вита Хлопова, балетовед. Приветствуем Виту и начинаем. Спасибо. Добрый вечер! Я немножко, буквально два слова скажу по поводу все-таки изменения темы лекции. Потому что когда мне предложили прочитать лекцию про фольклорные мелодии, я поняла, что, в общем, я не музыковед. И больше мне интересно взять тему танца, хореографии именно на музыку Малера. Но проблема в том, что, в общем, я довольно давно все это изучаю. И я не то чтобы могу назвать там, не знаю, хотя бы больше пяти каких-то выдающихся произведений 20 века, которые мы все, кто интересуется балетом, точно знаем. И понятно, что первый в голову приходит это у нас Джон Ноймайер, который практически всю свою жизнь творческую, точнее, не всю, конечно, но большую часть связал с музыкой Малера. Вот. А если копать дальше, то, в общем, не особо много интересных таких имен приходит в голову. Вот. Но я даже уже подумала, что, может быть, как-то уйти, немножко рассказать про Ноймайера и там еще про какие-то интересные имена, про которые мы сегодня поговорим, и просто уйти в сторону того, как в 20 веке со-творчество, со-трудничество с музыкой было в хореографии. Потому что мы с вами понимаем, что, там, не знаю, какой-нибудь Людвиг Минкус, да, ставил, точнее, писал заказную практически музыку, такую довольно простую для балета, которая три шага направо, три шага налево, поворот, прихлоп, в общем, не знаю, вы смотрите в балетном театре «Дон Кихот», и мелодия у вас сразу запоминается, вы все ее можете напеть, да? Вот. И чем дальше это идет в 20 веке, тем разные отношения становятся у хореографов с музыкой. Вот. Я хотела уйти немножко в эту сторону, но когда начала копать вообще, кто из хореографов ставил музыку Малера, хореографию на музыку Малера, поняла, что огромное количество и известных, и не очень, и есть очень много работ ожидаемых и от этого хореографа, и, в общем, и на эту музыку, а есть несколько работ, которые удивительные, скажем так. Вот. Я сегодня расскажу про шесть хореографов, наверное, которые, мне кажется, как-то так с уважением отнеслись к этой музыке, которые, в общем-то, тоже не сразу, не первое в голову вам приходит, когда вы думаете, на какую музыку хореограф может работать, потому что ставить вообще что-то на симфоническую музыку, на музыку, которая не была написана специально для танца, очень трудно, и вообще хореографы стараются этого не делать. То есть если там до Петра Ильича Чайковского все понятно было, да, просто практически заказная музыка, очень простая, как я вам уже сказала, условный минкус. С Петром Ильичом, конечно, у нас отдельная история, он написал три балета, как вы там знаете, например, балет «Лебединое озеро», вообще он говорил, что стыдно мне за этот позор, и до той самой премьеры, которая, в общем, перевернула всю историю, наверное, хореографии, он, к сожалению, даже и не дожил. Вот. Потом у нас появляется Стравинский, который, если я сейчас попрошу напеть музыку, мелодию какую-нибудь из «Весны священной», я не думаю, что сходу вы это сделаете, да. Потом дальше уже начинают люди сосуществовать рядом, скажем так, берет какой-нибудь Мерс Каннингем и Джон Кейдж, которые просто в день спектакля за три минуты встречаются на сцене практически, и один танцует, второй дает аккомпанемент, и каждый из них – это произведение искусства, не то, чтобы я обслуживаю балет или современный танец, а я такое же произведение искусства сейчас на сцене, и тут мне даже не интересно, куда вы пришли в это помещение, смотреть Каннингем или слушать Кейджа, тут все равноправно. Вот, но все-таки именно симфоническую музыку берут все-таки довольно редко. До Малера, которого первый раз, если я не ошибаюсь, конечно, может быть, кто-то был еще раньше, но мне кажется, такое первое упоминание и в энциклопедиях, и вообще, это 1934 год, мы с вами поговорим, кто это был. Вот, но до этого была очень интересная постановка, наверное, она опередила свое время лет на дцать, не знаю сколько, но на очень много. Я думаю, что об этой постановке вы могли слышать. Это такой был петербургский хореограф Федор Лопухов, который, наверное, был одним из самых выдающихся вообще хореографов 20 века. К сожалению, мало про него кто знает в такой широкой практике, да, то есть балетоведы, конечно, изучают, балетоведы все восхищаются, вот. Но конкретно эта постановка называется «Величие мироздания». Она была показана всего два раза и, в общем, в принципе, провалилась. Но ее импакт и то, как она повлияла на все развитие 20 века и хореографии, в общем, отношение хореографии и музыки было невероятное. Поставлено оно было на симфонию Бетховена, то есть совершенно не танцевальная музыка и не такая веселая, где мы в припрыжечку бегаем там с цветочками и так далее, да. И в этой постановке участвовал молодой такой танцовщик из группы «Молодой балет», которую звали Георгий Баланчевадзе. Вот. И, в общем, станцевали они это один раз, и было это не очень, как сказать, не очень хорошо, наверное, менеджеры тогда сработали, потому что... Вот вы представьте, сколько длится балет «Лебединое озеро» часа три. Вы приходите на спектакль, в театр, вы смотрите целое «Лебединое озеро», и после этого вам дают, после антракта еще очередного, вам дают посмотреть какую-то работу, которая называется очень пространно, да, «Величие мироздания». Написана она на симфонию Бетховена. Тоже такая музыка, которая после трех часов «Лебединое озеро» тебя немножко уже пригвождает, да, к креслу. Ну, и там выходят люди, которые начинают танцевать абстракцию, более того, какую-то такую акробатическую абстракцию. Вот. В принципе, все то, что потом у нас Джордж Баланчин и там и Косян Голизовский и так далее, и, в общем, Форсайт и все, и же с ними, да, вся неоклассика, она вот родилась из этой постановки, но совершенно была не понята в свое время. Вот. И, как я уже сказала, Георгий Баланчевадзе, который позже превратится в Джорджа Баланчина и переедет в Америку, и все вот эти заветы, скажем так, Лопухова и, опять же, тоже его отношение к музыке, да, он уже будет пересаждать на американскую сцену. К Малеру обращались, самое удивительное, что почему-то 1970-е годы, это такое самое активное, видимо, самое популярное было время, очень много хореографов европейских, вплоть, там, не знаю, от Макмиллана, да, такого суперклассика, суперстрогого, у которого все должно быть выверено, он прям балет-балет, до Пин и Бауш. Вот, то есть мы сегодня не будем говорить про всех, я расскажу только про, вот, про которые хотела, но первое самое упоминание, это у нас был такой британец Энтони Тюдор, который, в общем, довольно многое время работал в Америке, в США, но поставил этот балет в труппе «Балет Рамбер» в 37-м году, который назывался «Темные легии», темные, по-русски, наверное, как, темные легии, даже я не знаю, как по-русски, на, написано, поставлено на музыку песни, песни, сейчас, «На смерти детей», наверное, так это лучше переведем. Значит, что я хочу сказать еще по поводу Малера, наверное, обобщающая. Все, чьи интервью я читала или слушала, все хореографы, Бижара, Ноймайер, Ролан Пети, они все говорят, что нашей задачей никогда не было рассказать сюжет, если мы берем Малера как основу. И каждый из них повторяет абсолютно одно и то же, что его музыка настолько самодостаточна и самобытна, что наша задача просто рассказать эту музыку. Вот это самое известное в 20 веке «Вижу музыку, слышу танец», да, это, в принципе, вот как бы про всех хореографов, которые работают с этой хореографией. Практически все бессюжетные какие-то вещи. Ноймайер часто говорит, отключитесь, просто приходите на мой спектакль, не думайте. Если вы увидите там себя, если увидите что-то свое в этой музыке, то моя задача выполнена, не надо там искать каких-то сюжетов, при этом какие-то, знаете, такие прото-сюжеты там, конечно, есть. То есть есть условный мужчина, есть женщина, да, это все будет с большой буквы мужчины и так далее. Есть какой-нибудь двойник, который там тебя увлекает, есть судьба, рок, вот. Все эти идеи суперпростые, вы их суперлегко считываете, и вам не нужно, в принципе, даже читать никакую программку, чтобы понять, что там Ницше, не Ницше, допустим, Малер инспирировался и так далее. Вот, поэтому я сегодня вам покажу достаточно много отрывков, и я вас призываю к самому важному. Отключайте мозг и просто старайтесь как бы словить вот эту музыку через движение, как все хореографы ставили эту задачу. Значит, собственно, здесь тоже какие-то разные группы, разные микроистории, отношения мужчины и женщины и так далее. Вот, но что интересно, это постановка, в принципе, ее можно иногда, то есть 37-й год, а сейчас это сколько лет? 80, да. То есть ее иногда можно встречать в Англии. И, в общем, я стала смотреть, и не могу сказать, что, знаете, бывает так, что ты читаешь лекции по 20 веку, и ты говоришь, ну да, мы уважаем этого хореографа, конечно, но сейчас это выглядит супер устаревше. Вот, то есть есть люди, которые, хореографы, которые как бы, работы которых, на мой взгляд, не пережили время. Вот, а эта работа, на самом деле, удивительная, потому что сейчас она смотрится довольно свежо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ты можешь, как сказать, балетные артисты все равно запоминают движение на музыку. То есть если у тебя есть сильные доли, синкопы и так далее, ты всегда головой привязываешь движение к музыке. Когда у тебя музыка, там, Стравинский, очень трудно внутри давать счет раз-два-три, раз-раз-два-три, раз-два-раз-два-три. Ты все время в голове должен либо считать, что утомительно на протяжении 30 минут, либо настолько автоматически запомнить, что это, на самом деле, очень, как сказать, опасно, потому что вы знаете, что если стихотворение вы наизусть 100% выучите, и вдруг у вас ступор, то дальше как бы все рушится. И вот в этой музыке, в общем, довольно тоже сложно для артистов. Вот, но что говорил Джон Ноймайер, что все хореографы могут собрать движение вместе. Это не так трудно, потому что движение — это как буква. Бат-Монт-Ан-Дю — это А, там, Демиплие — это Б и так далее. У нас есть алфавит. Мы с вами можем сейчас придумать стихотворение. Ну, там, я могу сейчас придумать стихотворение, но я уверена, что оно не будет такое же, как пишет Пушкин, да, потому что я умею соединять какие-то рифмы делать. Но это не гениально, это не талантливо. Вот, и Ноймайер говорит, что собрать движение, может любой хореограф, собрать движение под музыку, в общем, тоже довольно просто. А создать новый мир, чтобы вы не думали, что это танцующие люди на сцене что-то делают, а чтобы вы в этот мир погрузились гораздо труднее. Но для него как раз музыка его в это проводит. Почему я говорю по Ноймайеру? Здесь очень такая смешная история с Кеннетом Макмилланом, это второй британец, про которого мы сегодня говорим. Он тоже такой очень серьезный, строгий, он такой прям нео-нео-классик. То есть не два раза нео, просто нео-классик. Это, в общем, такой, ну, я не скажу, что Петипа, конечно, для нас, но, в общем, один из таких столпов классической хореографии XX века. Вот, и он ставит в 65-м году «Песни земли». Но когда он приходит в, собственно, в Англии в театр Royal Opera House, да, то есть, ну, Common Garden, просить разрешения директора поставить какой-то спектакль небольшой на музыку Майлера, то ему говорят, ну, вы понимаете, что это совершенно не танцевальная музыка, мы не продадим билетов, и у вас не будет совершенно успеха, и критики вас разнесут. Вот, но он настолько в это поверил, что пошел в штутгургский балет и сделал там спектакль. В штутгургском балете, как мы, многие из вас знают, танцевал такой прекрасный молодой артист, как Джон Ноймайер, собственно, в этой первой постановке и танцевал. И он говорит, я считаю, что для меня, то есть, даже не для меня, он говорит, я считаю, что эта постановка одна из лучших в XX веке вообще. И у него было интервью 2013 года какой-то немецкой газете, где он говорит, вы знаете, ну, я никогда в жизни не осмелюсь ставить «Песни земли», потому что лучше, ёмче и интереснее, чем Макмиллан, я это никогда не сделаю. Ну, 2015 год, Парижская опера, премьера Джона Ноймайера «Песни земли», то есть все-таки он как бы закончил свой большой цикл, посвященный Майлеру именно вот этой работой. Значит, здесь, в принципе, сюжет, можно сказать, сюжета нету, как обычно, но есть такой небольшой сценарий. У нас есть мужчина, у нас есть женщина, смерть забирает мужчину, оба они, смерть и мужчина, возвращаются к женщине, и в конце балета мы понимаем, что есть такая идея, что на самом деле смерть — это не что-то плохое, а это залог обновления, да, возрождения. И вообще это тоже интересная смерть, интересная мысль, потому что я стала думать, что в некоторых балетах, и вот если вы завтра пойдете на лекцию, книги, то она будет про один такой спектакль разговаривать, смерть перестает быть действительно отрицательным персонажем. То есть это то, что с нами неизбежно случится, но если в каких-то там, не знаю, балетах 19 века это то что-то страшное, да, это что-то, мы от этого бежим, то, в общем, здесь в таких неоклассических вещах это действительно наш собеседник, там, скажем так, мы можем вести какие-то философские разговоры с ней, в общем, это даже, в общем, может быть, и где-то друг. Значит, давайте посмотрим один кусочек, который танцует, по-моему, если не ошибаюсь, это бостонская труппа. Вот, а потом я вам покажу, как танцевала эта в Royal Opera House с Дарси Басл, которая была замечательной артисткой этой труппы. Сейчас, если вы ходите, смотрите в прямом эфире Royal Opera House спектакли показывают, то это та прекрасная дама, которая рассказывает перед спектаклем вообще, что вы сейчас увидите, сюжет и так далее. Вот, и тут, в общем, через одно видео мы посмотрим, как она танцевала. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok скажем так ну давайте посмотрим я думаю что не буду вам целиком показывать но какие-то сначала покажу будет текст небольшой the weary homeward bound to dreams of happiness and youth where they live it all anew for hamburg ballet director and chief choreographer john neumeyer das lied von der erde он перенес конечно на трупу гамбург балет это потом но изначально ставил на палишскую оперу я еще забыла вам сказать очень важную вещь сейчас я прям потише сделала на секунду что когда макмиллан ту работу которую я вам сказала поставил в штутгарде royal opera house каляне давай-ка ты к нам обратно возвращайся через полгода он эту работу уже представил в труппе royal opera house и очень часто так бывает что большой театр но имеет большой какой-то большой отказывается потому что страшно в другом месте человек получает успех а потом они как ну ладно так уж быть приходи к нам обратно то есть не первый случай no other composer has so inspired nor mayer's choreography after all he's written 15 ballets to mala's music but there is a unique connection with this one's a young dancer with the stuttgart ballet nor mayer danced in kenneth macmillan version of das lied von der erde the experience was key to his development as choreographer i was simply taken away by the choreographic style he recalls but also by the sheer meaning of symphonic music and lyrics мала's das lied von der erde is built upon the poetry of china's golden age the tongue dynasty and it was inspired by a series of tragic events the early death of his daughter maria anna the diagnosis of a life-threatening heart condition then his role as director of the vienna opera ended in terrible discord during this time mala began studying a small book of chinese poems in german translation feeling himself at the end of his powers he took refuge in these ancient texts and then bridged 1200 years by supplementing them нужно перевести да он просто да здесь я забыла сказать что эта музыка основывалась на восьми переведенных поэм небольших восьмого века китайских до восьмого века вот на тексты которые были переведены на немецкий язык из немножко с помощью валера самого в принципе эрде conveys the dizziness and mood swings of someone drunk but deeper doubt it's marked with a grave sure-footed and timeless melancholy its themes are the seasons friendship love beauty and the transitoryness of life its evocation of nature is unique or maya explains the poems are riddles riddles that are comparable to those of music and dance as richly ambiguous art forms awaiting interpretation значит про но и майра ну собственно начал он с того что сам станцевал у макмиллана в общем я вам на самом деле начала с конца до самой последней его постановки но мы можем сказать что семьдесят четвертого года датируются его интересы в общем такой период малера и почему именно семьдесят четвертый год случилась в общем такая трагедия для европейского танца я думаю даже все таки для мирового танца это семьдесят третьем году у нас не стало в общем в довольно таком расцвете сил английского хореографа кранка в семьдесят третьем году его не стало и для того чтобы почтить его память нужно решили сделать гола вот если вы здесь можете узнать на фотографии джона и майра молоденький да вот прям такой красавец то вы молодцы для того чтобы поставить этот гола точнее для того чтобы создать этот гола как бы программу гола концерта в семьдесят четвертом году джону и майер берет последнюю часть четвертую по моему часть третьей симфонии малера да выбирает четвертую часть третьей симфонии небольшой пада труа на трех звезд и как бы здесь в общем грустная пада труа потому что он хочет рассказать про как раз потерю это его личная потеря тоже и в общем как бы кранка был действительно таким я вам так скажу если вы будете искать какие-то фотографии кранка то нет никаких когда он ведет репетиции или что-то строгих он всегда улыбается он у него всегда какой-то то есть понятно что мы его не застали но на всех фотографиях какие есть кажется что он был каким-то невероятно добродушным человеком помимо того что конечно он был супер талантливым человеком я думаю что конечно для артистов и хореографов того времени столь ранний ранний ход кранка был трагедией поэтому в общем то что первое ставит но и майер это номер действительно пропитан вот этим чувством потери когда он начал ставить он вообще подумал что конечно на майлера не смогу никогда в жизни что поставить это невозможно тем более на симфонию надо рассказывать сюжеты надо рассказывать истории а тут у тебя симфония которая длится может не один час до которая в общем ты должен как сказать проявлять какие-то усилия все равно чтобы впустить в себя в музыку да не нелегкую музыку а тут еще кто-то перед тобой что-то танцует разыгрывает историю и он говорит что конечно я вот все не верил что когда-либо я что-то больше чем небольшой под этот раз могу поставить но когда я начал работать над этим падать ру а я настолько вовлекся в это все что я понял что мне надо взять всю симфонию вот и в принципе вот это вот эти симфония которая наверное самая известная из-за всех его интерпретации потому что она в общем много раз было поставлено переставлено и как подошла в хорошем состоянии до нашего времени в исполнении разных труп это в том же в том числе и парижской оперы недавно было такое крупное возобновление скажем так и другие части вот так вот легко вы не найдете поэтому я вам сейчас покажу несколько вариантов уже того как была поставлена эта третья симфония сейчас скажу в каком году 74 это у нас было пада труа и тогда же потом из да да создал это как раз такой трейлер рекламный парижской оперы а а а а а Ноймайер Когда я прихожу в зал, я не знаю, чем закончится репетиционный процесс, я не знаю, чем закончится балет Я просто иду, то, что мне дала эта музыка, я просто сейчас, как бы здесь и сейчас это происходит Это тоже интересно, потому что очень часто хореографы, все-таки у них есть какая-то канва, да, про что будет, чем закончится Есть какие-то паттерны, скажем так А здесь процесс постановочный был, может быть, даже интереснее, чем сам результат Его очень часто спрашивают, потому что здесь есть, если я не ошибаюсь, четвертая часть по тексту Ницше И он говорит, его очень часто спрашивают, ну, как бы позировались ли вы на этот текст И что вы хотите нам сказать, потому что Ницше, танец, это же прям, ну, как сказать, во всех книжках вы будете цитаты слышать и так далее Я не верю в не танцующих богов и все такое И он очень всегда долго думает, прежде чем ответить на этот вопрос, и говорит, вы знаете, наверное, нет Наверное, я на него не опираюсь, потому что если Малера опирался на Ницше, ну, как бы, да, я все равно иду от музыки Значит, здесь, как бы, все равно, я вам говорю, сюжета нет, но есть такие истории, да, первая история, она такая, там, маршевая музыка, поэтому это такой мир мужчин Вот у нас здесь было даже, по-моему, немножко, то есть это просто мужское начало, да, как мы можем там что увидеть Дальше у нас вторая часть, где показана красота природы, но опять же такая нечеловеческая красота, то есть не животное, да, то есть что-то такое абстрактное Далее следующая часть идет как раз-таки, когда начинают вот эти же, как сказать, человеческие особи, не знаю, как это сказать, как у Бижаров в весне священной практически, да, познавать друг друга, узнавать друг друга Вот, то есть это такие истории, которые вам, опять же, будут понятны, даже если вы не читали либретто, и даже если вы первый раз слышите музыку, даже если вы не читали Ницше и так далее Значит, сейчас я вам покажу тоже версию, не версию, это уже кусочек Это Карл Пакет танцует, это Вали Парижской оперы Сейчас погромче В Парижской опере есть такая традиция замечательная, не знаю, если слышали про нее Как из солистки делают, ну, как бы, приму-балерину, да, то есть не просто, как у нас в театре вывешивают список, вы приходите утром на работу, а там список Там Маша Иванова с такого-то числа указом директора становится приму-балериной, да В Париже все более, скажем так, романтично, потому что после спектакля выходит на сцену директор всего театра и директор труппы балетной И, понятно, в принципе, все понимают, что произошло, происходит, потому что, как бы, люди, которые все время ходят в театр, они знают про эту традицию И, ну, артисты, в общем-то, не знают, это сюрприз И директор говорит, что вот мы посвящались, и все-таки вот сегодня мы решаем, что там Маша Петрова, которая танцует главную партию в таком-то балете, заведена в ранг Этуалия И всегда это тоже такой очень страшный момент, когда у тебя два танцовщика танцуют главной партией, там, условно, в Лебедином озере И они еще пока оба первые солисты, то есть оба не Этуалия Ты не знаешь, кому из них-то все-таки сегодня дадут Потому что когда если стоит один Этуаль, а вторая уже еще не Этуаль, то понятно, что ради нее вышли Вот я к чему это все долгую преамбулу веду Что обычно, ну, как бы, всегда награжает после каких-то суперклассических балетов, да, это у нас идет Лебединое озеро или что-то, чтобы вот вы три акта оттанцевали и все Вот как раз в этом балете было пару номинаций, то есть это настолько там трудная партия вот этой женщины с большой буквы, да, что одна балерина абсолютно изможденная после всего спектакля Она, в общем, ничего не ждала, там чуть ли это не 31 декабря произошло, когда ей это все вручили Для танцовщиков тоже они, конечно, говорили, что это все фантастически трудно выдержать Несмотря на то, что там и нет декораций, нет какой-то актерской игры, но ты настолько погружаешься в эту музыку и в эту вот какую-то базовую, базовый сюжет мироздания Я думаю, что это выматывает побольше, чем Лебединое озеро Еще есть одна работа, я вам пока еще с не буду показывать на 11-го года, ладно, потому что я боюсь, что не успеем, а если вдруг успеем, я на нее переключусь обратно Только вы мне напомните Вот первый, кто приходит в голову с Майлером, это, конечно, Ноймайер Второй, это, конечно, Бижар, потому что Бижар, я думаю, он больше поставил таких спектаклей в малой форме, скажем так И я думаю, что, наверное, многие из этих работ вы, может быть, и видели, но я вам все равно расскажу про них Значит, в принципе, тоже, что важно, что практически все эти работы были созданы в такой коллаборации на его главного танцовщика, на музу его того периода, на Хорхидона Тот самый Хорхидон, которого вы могли видеть, например, в Болеро Мариса Бижара Если вдруг не видели, берите просто Болеро Бижара, в принципе, первое, что вам выпадет, это Хорхидон Вот он такой невероятный был красавец аргентинского происхождения И, в общем, мне кажется, так понятно, что на мой субъективный скромный взгляд Один из выдающихся именно исполнителей мужчин 20 века Не только потому, как он танцевал, а потому еще, как он играл Значит, что у нас есть у Бижара В принципе, опять же, 70-е года Сейчас я вам буду показывать Это у нас тоже третья симфония Значит, третья симфония, взятая 4-5-6 части Называется постановка «То, что мне говорит любовь» И вот по-французски она очень интересно звучит Она звучит «Сокю лямур муди» Потому что следующая его работа, которая тоже будет на музыку Майера Называется «Сокю лямур муди» То есть, если то, что «Сокю лямур муди» Это значит, то, что любовь мне говорит «Сокю лямур муди», то, что смерть мне говорит То есть, практически амонимы, но совершенно разные смыслы Значит, что интересно Конечно, он ставит это все, 74-й год, опять же Он ставит это, конечно же, на Хорхидона Но я тут посмотрела, кто танцевал первый состав И увидела такую фамилию Никлас Эг Может быть, многим покажется фамилия Эг знакома Потому что у него есть брат, которого зовут Мац Эг И остается замечательным шведским, европейским хореографом Вот, а Никлас, он действительно был потрясающе известным танцовщиком Который из «Сильвигелем» танцевал И, в общем, не нужна эта, в общем-то, в представлении И не приставка своего талантливого брата Значит, здесь тоже есть история мужчины с большой буквы Его отношения, там, не знаю, к смерти, к любви и так далее То есть какая-то... Здесь, конечно, все-таки Бижар, он больше привязывается к Ницше И он говорил, что ему трудно ставить на музыку Малера Потому что, с одной стороны, он последний романтик С другой стороны, он последний симфонист Но при этом в нем очень видно начало вот этой современной музыки И вот этот вот микс романтического, симфонического И при этом какого-то нового начала С одной стороны, суперпритягательный А с другой стороны, конечно, очень тяжело Что еще он здесь говорит? Что в этой работе мы говорим про одиночество человека Даже не то, чтобы мужчина Здесь это просто как человечество, да? Одиночество плюс его силу И в самом начале работы человек, этот человечество, да? Он смотрит на весь свой пройденный путь Опять же, вот это отношение к смерти, это неплохо Мы просто смотрим назад, как мы прожили Какая у нас была любовь, ссоры, достигнуты, недостигнуты и так далее Такая, в общем, довольно философская работа Я думаю, что, конечно, немножко темновато Но вы можете ее целиком просмотреть Она есть в интернете Значит, здесь у нас есть такие персонажи, как Судьба В общем, как обычно хореографы делают на Малера Я думаю, что, конечно, хореографы делают на Малера Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Следующая работа, она была поставлена 3 года раньше, чем я просто пыталась соединить все-таки третью симфонию как-то логически Субтитры создавал DimaTorzok 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 Он говорит, что Нуриев очень чувствительный, и то, что в нем очень глубоко много всего спрятано, и это надо вытаскивать, и он не заслуживает только танцевать классические партии, нужно действительно вытащить из него весь его талант. В первую очередь, когда вы танцевали с Морис Бежар? Вы первый раз танцаете с Бежар? Да. Вы хотите танцевать с ним? Да. Вы с ним давно танцевали? Я хочу танцевать с ним. Я очень люблю его, и его компания, труппо. Это первый раз танцевать с Павло Бортолути? Первый раз танцевать с Бертолути? Что мы танцем вместе, да, это будет первая разница, но три года назад он танцевал в одной из моих сценах в Парижской опере. Кошмар для интервьюера, да, любил, да, танцевал, да, интересно, ничего больше не отвечает. Как вы работаете? Ну, мне ночью нравится, очень смешно, ну, в смысле, смешно, надо, чтобы была иногда хорошая атмосфера, поэтому смешно. Это не соревнование, мы приносим лучшее от каждого из нас, чтобы у этого вопроса не было успеха. Ну, да, мы настолько разные, что я не думаю, что публика придет с ощущением, что это конкурс. ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Сейчас покажу и Лера, и Легри. который в сером или в красном у нас игры руководит венской оперы все замечательно устроились а Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Продолжение следует... Посмотрите, это все... Есть целый фильм, где Морис Бижар все прям перед каждой постановкой рассказывает про Адежеетта, про вот этот спектакль про Малера, собственно. И там еще... А, ну там еще Болеро с Хорхидоном. То есть это такой омаж в честь Хорхидона, который, в общем, в довольно раннем для танцовщика в возрасте ушел из жизни. Конечно, это была большая травма и для самого Мориса Бижара тоже. Вот. Как я говорила, уже вот этот вечер Малера, компания Мориса Бижара иногда показывает... Это такой трейлер. Вот видите, вечер, да. И вот этот Жили Роман, если вы здесь видите, директор артистический, он после Хорхидона как раз-таки стал, в общем, таким главным солистом и тоже, в общем, музой Мориса Бижара. И многие партии танцевали... Никто, кроме Хорхидона и Жили Романа, больше не танцевал. То есть это такой папури вот этих спектаклей, как они сейчас выглядят. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну, это мы уже, в общем, практически все видели. Второй француз, которого я хотела бы здесь тоже рассказать в рамках отношений хореографии и музыки Малера, это Ролан Петти, который, конечно, в отличие от Наймайера и... Мариса Бижара не так часто обращался к его музыке, но номер, который многие из вас могли видеть в записи, а может быть даже, я думаю, в записи... Это номер, который называется Гибли Розы. И на самом деле возникает путаница, сейчас постараюсь объяснить, потому что Ролан Петти, у него, конечно, очень интересная судьба. Он, если Марис Бижар, скажем так, попытался найти какой-то себе помощи во Франции, да, там, финансирование театра и так далее, ему ничего не дали. Он в 1959 году уезжает в Бельгию, собственно, вся его дальше последующая жизнь – это Бельгия и Швейцария, да, но никак не Франция. То Ролан Петти, в общем, приспосабливается, то есть искусство искусством, где он создает какие-то свои замечательные работы, юноша и смерть, там, не знаю, да, Кармен и так далее. Но вторая часть такая не менее интересная – это такая жизнь в Ирите, потому что он очень много ставил таких шоу для своей жены, которые звали Зизи Жан-Мер, и многие, может быть, тоже ее помнят в роли Кармена, да, она танцевала такая с короткой стрижкой, такая дьяволица, вот. И из-за этого многие исследователи во Франции тоже, ну, как бы, говорят, ну, несерьезный хореограф, потому что все вот эти кабаре, это Зизи Жан-Мер танцует в туфельках, значит, с перышками, типа, все вот такое, мулен-руш и так далее. Но при этом, как бы, мне всегда очень нравится эта идея. Понятно, что искусство искусством, надо же там как-то ипотеку платить, да, и там детей растить и так далее. Поэтому он, мне кажется, один из немногих в XX веке, кто мог соединять вот это зарабатывание денег, скажем так, зрелищем, да, и действительно искусством. Он поставил для Майи Михайловны у нас работу, балет целиком, вот сейчас возвращаюсь к названию, значит, может быть, путаница, потому что иногда говорят гибель розы, иногда говорят больная роза. Вот. Балет, который он поставил в 73-м году, на нее назывался «Гибель розы», и он состоял из трех частей. Первая – это, так называлось, сад наслаждений. Вторая, собственно, «Гибель розы», а даже то самое, которое дальше уже Майя Михайловна перенесет к нам и будет танцевать с Годуновым и так далее, да. Вот. И третья – «Триумф любви». То есть этот балет, вот картинки, с которой я вам показываю, он не сохранился. Его, как бы, только мы знаем вот эту вторую часть известную, а целиком он был исполнен с ней, в общем-то, насколько я это помню, забыт. У меня к вам вопрос. Вам показать версию с Плесецкой или с Годуновым? С Плесецкой. Музыка та же самая, да, даже эта. Музыка та же самая, да, даже эта. У нас его, кстати, ну относительно недавно танцевала Лена Лопаткина на каком-то из Гала Вечеров. Да, да. То есть, ну не то, что позабытый. Да, да, да. На Гала, да, да. Ну и тоже вот это видео тоже целиком можно найти. Я бы хотела лопатки, но пока я поняла, что лопатки не так можно. Может быть, даже кто-то видел. Собственно, тут есть уже сюжет, но так, относительно, да, стихотворения Блейка. Про умирающую розу, червивую, да, которая, в общем, постепенно угасает из-за этого. Майя Михайловна и с Бижаром, конечно, много работала. Вы знаете, что там у него было и болеро. И, кстати, что я хотела сказать, что костюмы для этой постановки рисовал никто иной, как и в Сан-Лоран. На самом деле, смотря еще на эти видео, я всегда пытаюсь понять, какое это было время. И понимаете, что там для артистки балета Большого театра, который танцует в своем амплуа героических, да, барышень. И у нее всего там, ну сколько, 10 штук из балетов, да, какая-нибудь Лоуренсия, Лебединое озеро. И тут тебе дают совершенно другую пластику, другую хореографию. И, конечно, ты жадно все это хватаешь, и работа с Бижаром, и работа с Пяти. Потому что твой талант явно шире, чем то, что тебе дает наш Мариус Иванович и Юрий Николаевич в театре. На самом деле, версии с Плесецкой даже две записанных есть целиком на Ютубе, поэтому можете даже выбрать. Я перематываю дальше. Такая роскошь, как 10 минут, это много. Здесь, на самом деле, видео с Годуновым. Я прям две секунды вам покажу, потому что здесь что интересно, танцует Годунов. Вообще он танцевал с Плесецкой, конечно, уже в Большом театре. Но здесь его партнерша Доминик Халфуник, которая была замечательной туалей Парижской оперы, но нам еще известна как мама следующей туалей Парижской оперы. Такой есть сейчас артист Матье Ганью, которая прям суперзвезда во Франции. Собственно, такой уже по, как сказать, второе поколение. Ну, Годунов это тот самый артист, который вы помните, да, в энциклопедии балетной 81-го года ни имени Годунова, ни имени Нуриева, ни Макарова, ни Барышникова нет, потому что это люди, которые не существовали в нашей стране. Собственно, убежали, поэтому про них никто ничего не писал. И Годунов пытался себе сделать карьеру в Америке, но, в общем, как-то в отличие от Барышникова не пошло. Он снимался, работал в Голливуде, там все, конечно, американцы его помнят по Крепкому Орешку, что он был антагонистом Брюса Уиллиса, вот. Но трагически закончилась его судьба, хотя, конечно, он был такой, так сказать, динамский вообще красавец-атлет. Ну, видимо, просто со сложным характером. Вот. То есть мне-то как раз эта версия нравится больше, но тоже можете ее найти. Переходим к нашему уже времени, ближе, да. То есть вот эти 70-е, там, 80-е, это было, в общем, у европейских хореографов такой действительно интерес к этой музыке. Но, да, мы часто видим, что повторяются. Третью симфонию все берут, все берут, а даже это, и, в общем, каждый в своем это все решает. Хореограф, которого я, это уже все, кто слушает мои лекции, всегда смеются, что какая бы лекция ни была, про что бы то ни было, я все время сую там про лежака же. Но здесь он, правда, нужен, потому что это балет, который поставлен, что интересно, на совершенно сборную музыку. То там из какой-то симфонии, то там какая-то часть из такой симфонии. То есть нет такого, что он взял целиком всю симфонию и целиком ее протанцевал. То есть это такая сборная солянка, что, конечно, во многом возмутило многих музыковедов, потому что, в общем, не, как им показалось, без уважения он отнесся к структуре музыкальной, да, просто намиксовал такой пазл, собрал из этих лего кусочков. Но, с другой стороны, это как бы, как мне кажется, он очень логично там все выстроил и драматургию спектакля, и музыка. То есть даже кажется, что как будто бы нет такого, что раз, закончилась часть, начинается следующая. Все очень течет красиво. Значит, спектакль называется «Белоснежка», поставлен он почти 10 лет назад, в 2008 году. Очень красивый, очень зрелищный спектакль. Такой, в общем, на всякие... Он, конечно, не сказочка совершенно. То есть он жесткий, он строгий, он сексуальный. Он и про Эдипов комплекс, и про Фрейда. То есть там вот этих всяких, не знаю, условных Шарля, Первого братья в Гриме вы не найдете. Вот. Костюмы делал Жан-Поль Готье. Что-то интересное, у французов очень часто можно найти вот эту коллаборацию действительно высокой моды, да, людей, которые работают, то есть не просто костюмеры для театра, да. А Жан-Поль Готье работал очень много с вот этим, с новым французским танцем, как его называют. И там у него чуть ли не 10 постановок было с такой француженкой Рыжин Шопино, которая даже ему поставила дефиле, как танец. То есть он сделал какие-то такие совершенно фантасомагарические костюмы, и это был целый спектакль просто дефиле. То есть просто туда-сюда ходили артисты, танцуют, все было смешно. Вот. Вот это, например, костюм, он очень красивый, потому что он так склеен у нее, что такое ощущение, что она просто, ну вот в такой вот какой-то тунике, который едва-едва сейчас отвалится, конечно. Ну понятно, что там все очень хорошо скреплено, ничего не отвалится, но красивый крой. Я вам сейчас покажу один трейлер и расскажу немножко тоже про какие-то такие приемы, которые здесь красивые были. Здесь, конечно, про Лежакаш собрал все, что он потрясающе умеет делать. Можно вообще сказать, что это может быть одна из первых таких действительно прям сюжетных-сюжетных постановок. То есть вам здесь уже голову не надо отключать, а надо строго следовать за этим, за супер-быстро развивающейся коллизией. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Лежакаша вообще своих танцовщиков учит не привязываться к музыке. Он с ними очень часто может репетировать сегодня под Малера, а завтра ту же самую связку вы репетируете под Pink Floyd, а послезавтра под Чайковского. Это для чего делается? Для того, чтобы вы, ваш мозг не цеплялся к музыке. Да, это такой, ну, потому что для танцовщика, вот, вы закончили балетное училище, да, вы поступили в театр, и, в принципе, дальше у вас мозг не развивается. Вы одно и то же танцуете каждый месяц, каждый год из года, в год 25 лет. Значит, это у нас пришла... Злая королева. Это одна из лучших ролей вот этой танцовщицы в ее трупе, конечно. Она всегда была такая средненькая-средненькая, а тут из нее прыжок аж просто вытащил дьяволицу. Злая королева. Вот это очень красивая сцена, как раз, когда приходит, да, старушка с этим яблоком, который оказывается в итоге этой злой королевой. Злая королева. Злая королева. Злая королева. Злая королева. Это тоже номер, все любят эти гномы, которые такие акробаты, человек-паук практически. Вот это интересный прием, который он использовал, конечно, уже хитро в балете Ромео Джульетта, танец с так называемым мертвым телом, потому что здесь она спит, да, и когда он к ней приходит, она совершенно, ну, вот обездвижена. И, в принципе, здесь, собственно, в Ромео Джульетте было то же самое, да, когда Ромео пытается ее там как-то, чтобы она его обняла, а у нее руки все время с него падают. То есть я к тому, что повторяет он свои приемы. В общем, я могу, наверное, понять музыковедов, которые были в ярости, там, французские газеты, конечно, писали, что нельзя так с музыкой. Но, с другой стороны, когда ты слушаешь, смотришь этот спектакль, ты понимаешь, что насколько деликатно он все вытащил и рассказал этой музыкой, собственно, балет. Последнее, о чем я вам расскажу, работа, которая поставили два таких знаковых персонажа уже в европейской, в французско-бельгийской хореографии. Это Анна Терезда Кирсмакер и Жером Белль. Название я даже не смогу проговорить, потому что, но по-немецки, в общем, называется, наверное, «Три прощай», скажем так, 2009 год. И здесь было интересно, мне было даже интереснее смотреть, как Анна Терезда Кирсмакер больше рассказывает про эту постановку, нежели чем... Потому что сейчас вам покажу, как это выглядит, в общем, все довольно однообразно. Анна Терезда Кирсмакер – это тот хореограф, который работал все время, как сказать, минималистически, да, то есть она хореографию разбивала, скажем так, она хореографии показывала музыку. Как бы это банально не звучало, потому что вроде бы у нас все хореографы хотят хореографии показать музыку, но она действительно танцевала именно все хореографические музыкальные паттерны. То есть если у нас идет реприза, да, в музыке, так она эту репризу, собственно, кругами, например, показывает и так далее. Вот, и она сказала про музыку Майлера, интересно, она говорит, я, конечно, никогда с такой музыкой не работала, потому что для меня это, ну, это сложная музыка, но музыка Майлера – это как шкурка банана. Ты поскользнулся, и ты в нее упал, и ты, ну, как бы, прям сразу в омут с головой. Вот, ей было, как сказать, при том, что она супер признанная, да, то есть мы с нее можем сказать, что начался современный, как contemporary dance. В Европе, там, с 80-х годов, то есть она действительно такая грандама современного танца, но она приглашает такого хулигана Жерома Белля, который француз, который, в общем, в свое время прославился тем, что он был такой, начинал как не танец, то есть отрицание танца, да, больше перформанс, больше какое-то высказывание. То есть, конечно, это человек, который не будет вам на музыку раз-два-три, раз-два-три что-то танцевать. И вот вместе они придумывают какую-то концепцию, сейчас я вам покажу, как это выглядит. Ой, да, то есть у вас есть оркестр на сцене, и, собственно, Антереза, которая здесь и исполнительница, она визуализирует вот эту мелодию, которую она слышит. Это Жером Белль. Он говорит, я вообще ни черта не понимаю в музыке, ни в структуре, и вообще не разбираюсь, как это все ставится. Мне просто показалось, что вот так должно быть, я поэтому говорю, сделай то-то. Может быть, вы могли ее видеть, она приезжала прямо буквально недавно к нам на фестиваль «Территория», да, танцевала свои знаменитые фазы. Ну вот он говорит, что мне было интересно поставить оркестр на сцену, чтобы она была продолжением. Ну, собственно, кусочки я показала. Еще одно напоминание Малера, конечно, будет у Алана Плателли, но про него вам завтра расскажет более подробно Ника. Вот, я думаю, что, в принципе, у меня все. Вот, у нас остается время для вопросов. Здесь, если вы вдруг стесняетесь задавать вопросы лично, есть все мои координаты, куда можно написать, подписаться и так далее. Вот, но если у вас есть вопросы, вы задавайте их сейчас. У меня два вопроса. Здравствуйте, спасибо вам большое за очень интересную лекцию. У меня два вопроса. Во-первых, вот вы упомянули, что у Малера есть какие-то обычные герои, да, судьба, вы сказали. Я так понимаю, смерть, да, там участвует, скорее всего. А какие еще узнаваемые персонажи? В балетах на Малера, естественно. Ну, то есть это жизнь, это любовь, это болезни, это вот какие-то такие понятия, которые архетипичные, не знаю. Понятно, спасибо. А еще скажите, пожалуйста, вот как, по вашему мнению, музыка Малера, симфониста, да, очень популярно у хореографов или все-таки достаточно редко на него ставят? Ну, просто я не могу судить, я очень, я совершенно профан в балете. То, что я вам сейчас показала, это, в принципе, почти что все. Ну, и в сравнении с другими композиторами, он популярен, нет? Мне кажется, он сложен, потому что это действительно гора, которую нужно покорить. Потому что есть композиторы, на которых очень легко ставить, потому что есть музыкальная структура, как я говорю, там минкус, которую вы можете напеть, тру-ля-ля, тру-ля-ля, налево тру-ля-ля, да. И опять же, вашему танцовщику, да, в трупе очень приходит запомнить, потому что не надо напрягать мозг, ты один паттерн запомнил, ты точно так же ему повторил налево. Все-таки с этой музыкой, мне кажется, еще трудно для труппы, там, я не сказала про третью симфонию, например, там Нюймайя говорит, понимаете, это же не просто какая-то постановка, это практически 100 человек в оркестре, это хор, там это певица на сцене, это еще там 28, там все солисты, кордебалет первый, второй и так далее. То есть это действительно, это симфония на сцене. Поэтому я думаю, что она не то, чтобы супер популярна, то есть если вы откроете прямо энциклопедию и посмотрите Чайковский, там у вас будет пять страниц, кто, где, когда ставил. А я открыла энциклопедию, в которой, ну, страница А4, из них две трети имена, которые даже мне кажутся, в общем, уже не то, чтобы супер на слуху, а вот имена, которые я сегодня вам рассказала, это, в принципе, практически все. То есть я не могу сказать, что популярны. Спасибо большое за лекцию. Я правильно понимаю, что Ант-Терезда Керсмакер здесь не создавала хореографию, да? Она пригласила Бёля, чтобы он создал, она была только исполнительницей. Я правильно это поняла? Ну, знаешь, если посмотреть, как сказать, их кредит, да, кто написан, что как бы это работа Керсмакер и Белля, но если смотреть историю создания, то все-таки Белль концепцию делал. Я думаю, что там даже именно так, что у Белля концепция, а у нее, может быть, там движение она могла и сама придумать. Поэтому все-таки, да, она больше танцовщица-исполнительница здесь, чем хореограф, и он концепт придумал. Спасибо большое за вечер. У меня такой вопрос из, если вот, у меня такие два вопроса. Из всего, что было поставлено на музыку Майлера, наверное, что вам нравится больше всего, или там из исполнителей, или из хореографов, или просто из каких-то балетов, какая-то конкретная постановка. И второй у меня вопрос, не связанный конкретно с Майлером, а связанный именно с балетом. Что сейчас, наверное, ну, ограничимся, может быть, все-таки Россией, потому что в Париж, конечно, классно, но не всегда получается съездить. Что сейчас вы считаете такое must-have, посмотреть, или хотя бы ознакомиться, что вы считаете прямо блестящее? Болеете ли в современном танце? Вообще, в принципе. Болеете в современном танце, потому что иногда это все скрещивается, и поэтому бывает какой-то симбиоз, и, то есть, ну, вот так. Так, на первый вопрос. Я вообще всегда очень боюсь этого вопроса, что любимого, потому что, ну, вот тот же Париж Акаш, я там лет 10 изучала его творчество, копалась-копалась, влюблялась во все, а теперь настолько я там знаю, мне кажется, в общем, хорошо, что он делал, мне говорят, что у тебя любимое у него? Я не знаю, то есть, 10 лет назад это было условно Рамон Джули, это точно, а сейчас это там другой дуэт, и мне кажется, как бы, сейчас я отвечу, но через 5 лет это будет другой ответ. То есть, на данный момент я думаю, что мне ближе всего, ну, опять же, это мое личное, Бижар, мне кажется, все-таки уже это была эпоха Хорхидона, и это было именно то время, когда Бижар был в своем расцвете. На данный момент, мне кажется, вне смотреть это немножко кажется устаревшим, то есть даже в другом исполнении, потому что это значит, что это было придумано на Хорхидон, и на него, и вот он это замечательно исполнял. Я думаю, что... Я думаю, что Ноймайер, наверное, все-таки. Хотя Гибель Розы тоже люблю, но Гибель Розы тоже, смотря какое исполнение, вот. Но, наверное, Ноймайер, потому что он вообще, на самом деле, он интересный, потому что он все время говорит, я ставлю суперсюжетные балеты, то есть, если вы любой балет смотрели, там, Нежинский, да, эту самую, Чайку, там, не знаю, то есть там надо раз 10 пересмотреть, чтобы понять, что вот тот персонаж в левом углу, это был Дягилев прошел только что, а это был отсылка к тому-то письму, которое написала там Надежда фон Мэг Чайковскому 15 февраля, там, такого-то года. То есть вы должны быть таким же энциклопедистом, как он, чтобы читать его балеты. Что в этих балетах хорошо, он вдруг резко говорит, ребята, слава богу, расслабьтесь, да, просто отключите мозг и смотрите за музыкой, вот просто визуализируйте ее. И мне кажется, он настолько еще... Потому что есть хореографы-режиссеры, скажем так, которые классно выстраивают концепцию спектакля, ну, типа, например, Мэтью Борген, да, который фантастически круто драматургию выстраивает. Но с танцами так у него, да, скажем так, его дуэтов и по деде из балетов вы в других галоконцертах не встретите, потому что они сами по себе не сильные. А есть хореографы, которые действительно создают вот из этих букв, пушкинскую поэзию практически. И вот ты смотришь, и тебе каждое движение, хоть оно там 3 часа длится, тебе просто красиво за этим смотреть. Поэтому вот Ноймайер, мне кажется, он не устаревший. И несмотря на то, что в 70-е кондиционер создавал. Отвечая на второй вопрос, что смотреть? Но опять же, лично мое суперсубъективно, я очень люблю театр Станиславского, мне кажется, у них идет хорошее развитие. И если вы там смотрели всю эту классику 100 раз, там как раз круто то, что идет то, что окей, в Европе, может быть, уже 20-30 лет назад было показано, но им и на этом спасибо. Мы только рады увидеть наконец-то не на пленке, там, не знаю, Пола Тейлора Орел, да, там Жака Гарньер, кто про него слышал, а наконец-то мы будем видеть его, не знаю, Ахат, Терес Кирсмакер и так далее. Вот, то есть мне кажется, как бы за ними стоит следить, плюс все-таки у них какие-то доступные билеты, все это можно, и я прямо их очень люблю. Потом я всегда всем рекомендую ходить на все фестивали, потому что фестивали все-таки, есть некоторые фестивали, которые собирают сливки, а есть много фестивалей, которые не собирают сливки, а просто показывают срез, что происходит сейчас. Это тоже интересно, потому что может быть так, что там 5-10 лет, на самом деле, такой период застой, не только, там кажется, у нас, инструментальство в России, но все плохо. Да, может быть, и у нас плохо, но и в Европе особо ничего не происходит, потому что я очень часто слышу, как француз говорит, ну, наш молодой хореограф Анжелина Праджакашна, на минуточку, ну, там, с 60-с чем-то, или там что-то, да, он не молодой хореограф, а вот молодых, которые также бомбанули, там, как вот Доминик Багуэ, там, или там, даже Кирсмакер в 80-х, ну, их сейчас я не могу сказать, тут Эклон есть, да, который такой, вдруг раз и бомбанул, но один навсюду, на весь мир, это странно. Вот, по крайней мере, вы будете видеть, что происходит в мире, то есть есть, там, территория интересная происходит, да, есть Диагерев Пиэс, который происходит в Петербурге, есть Диагеревский фестиваль в Перми, да, есть у нас и контекстный dance inversion, то есть просто, сколько есть денег, на столько и ходите, вот, тут. В первые дни продаж просто все отслеживаете, потому что, мне кажется, это прям суперинтересно наблюдать, да. Можно еще такой маленький вопросик, вы смотрели палет в постановке Варнавы «Петрушка»? Ну, это просто, поскольку будет через два дня мастер-класс, мне он просто интересный. А, ну, да, в смысле, мнение хотите мое узнать, или что? Да, просто интересно. Ну, я очень люблю Варнавов, потому что, мне кажется, вот это тот хореограф, за которым очень интересно наблюдать, именно в процессе, потому что иногда у него были работы, у него могут быть работы сильнее, могут быть работы слабее, но это тот человек, который действительно интересный, умный, а у нас в балетном мире, в общем, не так часто можно, ну, как сказать, понимаете, я всегда, ну, там, вот, моим студентам, я в школе в Моисеевской иногда читаю лекции по истории театра драматического, и они говорят, слушайте, ну, зачем читать, ну, не в оригинале, ну, как бы, текст, пьесу? У нас же есть все в Википедии, там, родился, женился и так далее, все там написано, кто, куда, Шекспир, там, не знаю, да? Я говорю, ну, как бы, как? Ну, тут же не про сюжет, а про язык, про, да, про красоту и так далее. Я всегда очень люблю этот пример, я всегда, все, кто говорит, ну, да, мы прочитали «Отвращение динструктивы», я говорю, ну, что там странно, они все рассказывают сюжет, я говорю, а чем начинается? Они, наверное, начинают рассказ про Катарину, я говорю, а есть двойка? Они, опять, у меня второй строк, айпер Катарина, я говорю, двойка, они все начнут, что-то не то, потому что в Википедии не написано, что у нас начинается тем, что, значит, есть этот самый слай, который мы поили, который показывает историю, и вот этот пьяница слай, который переодели тварянином, по идее Шекспир просто забыл заканцевать пьесу и в конце нам рассказать, что как бы он проснулся и, наверное, там, что его, сказали, что чувак, это все был розыгрыш тебе, да, вот, а начинается это со слая, а те, кто не читал пьесу, они, как бы, отчитали Википедию, они вот отсюда, и, ну, как бы, я всегда говорю, что, понимаете, хореографы, танцовщики-хореографы, видно глаза, и ты можешь изображать у себя карме, ты можешь быть там высокая статная, брюнетка, да, с длинной шеей, лебединой шеей и так далее, но если у тебя на глазах вот так, где никто не поверит, что ты вообще соблазнила там пол-Испании, там всех, всех вертишь, и, а варнавы, как раз возвращались к тому, он умный, и вот это интересно, потому что, мне интересно, что он поставит, это может быть, действительно, может быть, флёрт, может быть, там не очень, если, да, у него там было меньше времени, в Петрушке, у него, конечно, очень хорошая коллаборация с Галисом Ладонниковым, который делал всю вот эту визуальную часть, то есть они просто совпали с драматургом, то есть там, там, в отличие от других работ на музыку с травинского, ну, тут прайчатку, да, у него драматургия сильная, потому что в каких-то других просто, а-а-а, и ты думаешь, так, что-то я не понял, тут это к чему, почему тут вышел человек и так далее, у него, так как есть драматург, все продумано, конкретно в этой работе, видимо, ему меньше, как сказать, не то, что возможности, я думаю, эта концепция была такая, меньше хореографии, да, это больше такой танцтеатр, красивый, потому что сам Варнауэль фантастически двигается, и, как бы, и, конечно, хочется этот фантастическую, его, его, как сказать, язык этот весь видеть, вот, ну, то есть мне работа понравилась, я там какие-то вещи сначала не поняла, а потом, вот, у меня буквально вчера закончилась лаборатория как раз на фестивале «Контекст», и я сижу со студентами это все обсуждаю, и говорю, что тут я вот одну вещь не поняла, они говорят, вы что, это же тут все четко, я думаю, что этим просто устала и не заметила, все все заметили, значит, читается, вот, в общем, больше положительное, хотя там, как, конечно, есть, ну, какие-то вопросы я бы задала, вот, но мне нравится, мне просто он нравится, как хореограф, за которым интересно посмотреть, что будет через 5, через 10, куда вообще его занесет, главное, чтобы не одни слова от нас, да, да, такой вопрос, не совсем по теме, мне кажется, всем будет интересно услышать, вот, где надо родиться, где надо учиться, и что такое должно с вами случиться, чтобы так полюбить балет, как вы, о себе расскажите немножечко, это очень интересно. Ну, это интересно, но на самом деле, у меня, у меня очень, как сказать, меня просто все подвело к этому, не то, что там какие-то выдающиеся, это просто случилось, знаете, как совпали, я сначала училась в хореографическом училище, тогда еще называлась, при Большом театре, то есть у меня такое балетное, хорошее, станка, вот это все, есть одно яблоко в день, это толстое, потому что весишь 22 килограмма, и так далее, вот, потом оказалось, что я маленького роста, и мне посоветовали, что надо идти в народники, для меня это был совершенно ужасный дауншифт, я пришла поступать в студию моисеевскую, и мне все говорят, ну, ты хоть лицо сделай, ну, как-то повеселее, потому что для всех это мечта, поступить в моисеевский, а ты, вот, я села, я положила ногу на стул, села, собственно, на шпагат, и вот так вот сидела, как бы, ну, разминалась, поэтому мне девочки, когда потом со мной поступили, они говорили, это было ужасно, потому что мы хотели просто сбежать, потому что там на шпагат еле садились, а ты, начнешь со стула, ну, только когда балетная, и где-то с 4-3 курса, я, конечно, стала немножко любить народные танцы, но мне это было дико тяжело, всякие эти веревочки, как-то сыночки, без того, как ты танцуешь, там, и ты заново все, весь балетный класс изучаешь, то есть ты там уже танцуешь, супер, ну, как бы сложный класс, а приходишь, и ты заново изучаешь батман-тан-дю, на 8 счетов обратно, батман-тан-дю, вот, а потом, я стала танцевать в ансамбле Моисеева, но как-то, как раз про то, что очень не хотелось, потому что, понимаете, заходишь в лифт в филармонии, с тобой заходят музыканты, и они говорят, а, ногодрыгалка, ну, я же, я же муманая, у меня же тут Томик Островского, я, какая ногодрыгалка, меня это очень оскорбляло, я поэтому сразу поступила в ГИДС на театр Овенческий, чтобы всем доказать, я поэтому специально ходила, у меня в библиотеке РГБ можно брать только 5 книжек, я вот с этими 5 книжками ходила, чтобы все знали, что я их читаю, вот, и, собственно, как раз, я стала ездить на другие курсы к замечательной педагоге Лето Александре Войницы, которая в Институте современного искусства читала лекции по истории современного танца, я просто к ней напросилась вот ни с того ни с сего как бы приходить, и она показала Роман Джилетта про Лежакажа, и я поняла, что все, вот, влюбилась, настолько это что-то новое было, на кассете еще, это все, и, в общем, я стала писать про него какие-то там, как это называется, курсомы, и что-то, но в ГИДСе это никому не было интересно, потому что, ну, как бы, всегда на театроведческом, балетной, это всегда такие, ну, как бы, ладно, сдаете, что-то хорошо, и тут я беру тему себе про Лежакаж, ну, и, как обычно, понимаете, ты уже, что за месяц до окончания диплома вы начинаете садиться, думать, что, что, чтобы написать, и, как бы, обычно хорошо в интернете кучи информационных, про Лежакажа на русском, нет ничего, не было в тот момент, по-французски я знала, жена, мальч посижу, ну, в общем, я пишу, мне, вот, мой муж говорит, ну, пиши ему письмо, я говорю, как будто с ума сошел, но я на всякий случай не писала, что просто муж отстал, и через час мне приходит ответ, что мы вас ждем 1 апреля, 7 апреля, у себя в труппе, и тут я думаю, как бы, в Эксен-Прованце, во Франции, я никогда в жизни не была во Франции, в общем, пришлось ехать, я к нему поехала, провела у него там, практически два дня, с утра дома, через репетиции, они мне дали реально кипу архивов, они мне привели, экскурсии, все рассказали, интервью мне дал на 3 часа, и все вообще, не, на самом деле, как бы, французский такой был, конечно, супер зачаточный, то есть у нашего балетного училища, все равно там вот эти Батматы Дю, мы все учим, то есть это, у меня такой был франклиш, то есть я такой французский, английский, вот, ну, мы друг друга как-то поняли, у меня до сих пор есть где-то аудиозапись того интервью, но я не осмеливаюсь его прослушаться, мне кажется, что я так говорю, но, я когда, я в общем приехала, за месяц это все написала диплом, конечно, на защите, на там наружали, потому что фраза, ну, про лежакаш, же, ставил там что-то, они говорят, как это лежакаш, же, чтобы это выговорить, вот, собственно, когда я в тот момент приехала во Францию, за эту неделю, я еще погуляла мимо, и увидела, написано Сорбонна, я еще так сфотографировалась, но я около Сорбонна, а потом смотрю, там есть факультет истории театра, ну, я тоже думаю, ну, пойду, спрошу, что, они говорят, надо только подать документы, типа, копию диплома, ну, как бы, я и подала, и они мне присылают, что вы принято на курс старше, единственное, вам надо знать французский, ну, тут я понимаю, что, как бы, я провалилась, но съездить, как бы, во Францию, сдать в Сорбонне французский, чтобы потом всем говорить, я в Сорбонне получила четверку, ну, как бы, отлично, и я поехала в Сорбонну, слава богу, тогда еще не сдавали устный экзамен, только на слух, писать, и тест какой-то, и там было человек, наверное, 800 в зале, и все из них, в основном, из вот этих республик, то есть, Бельгия, там, Африка, все, кто говорят свободно по-французски, то есть, у меня шансов нет вообще, я обратно вернулась в Москву, и мне опять приходит письмо, через неделю у вас занятие, и тут, как бы, дурь бы только не поехала, ну, и, в общем, вот так вот, как бы, я там отучилась, отучилась, приехала сюда, и тут я тоже, у меня была депрессия, потому что я поняла, что никому это не надо, ты это все изучила, я там три года сидела в архивах, изучала Ханнингема, Багуэ, там, вот я смотрела, это все, первый раз в жизни ты вообще все видишь, я сюда приезжаю, начинаю идти в хореографическое училище, начинаю идти там в разные школы балетные, они говорят, а нам не надо, а нам нужно знать, чтобы вот спящая красавица, с какого угла, в какой убежать, а вот эти ваши, я прям несколько лет, у меня в общем в какой-то момент даже, я действительно поняла, что это все зря было, что надо просто идти обратно котлеты лепить, и все, видимо, что мое предназначение, и потом как-то раз так сложилось, что Алла Михайловна Сигалова набирала, делала курс вот эту кафедру современного танца, я просто написала ей письмо, в фейсбуке понятно же, что никто в жизни не читает, и опять же она вдруг ответила мне, через 20 минут, пожалуйста, приезжайте ко мне на встречу завтра, и мы все поговорим, и вот с того момента, я уже там читаю лекции, то есть я потом сайт сделала, ну в общем, как-то оно закрутилось, вот, но был период прям очень тяжелый, потому что понимаешь, что у тебя куча знаний, которые еще, конечно, надо оформить, конечно, надо дополнить, все понятно, но тебя еще разбирает, потому что тебе хочется это все рассказать, а все такие, ну классно, ну вот, спасибо, до свидания. Ваши вот друзья с вами делают блог этот, я посмотрела там. Нет, на самом деле, я сама делаю, у меня есть автор, которые пишут, я просто не успеваю все писать, то есть у меня есть несколько хороших таких авторов, которые, ну в общем, сейчас уже чаще, я стала реже уже писать, потому что просто не успеваю это все делать, но я, как это называется, знаменитый верстальщик этого сайта, потому что все картинки, всю верстку делаю я, пишу тоже, в общем, больше о них, вот, к сожалению, я люблю писать. Спасибо вам огромное, и вам удачи, и я думаю, у вас уже все прекрасно, и вы просто поцелованный Богом у маков, по человеку, ваша энергия потрясающая, спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.